здравствуйте уважаемые зрители в эфире профсоюзный навигатор меня зовут алексей чопа и в гостях у меня валентин кальвет профсоюзный деятель валентин здравствуйте расскажи о себе как-то в двух словах чем ты занимаешься какую работу ведешь я представляю независимый профсоюз рабочих защита в акционерном обществе саровской генерирующих компании являюсь председателем профсоюза уже на протяжении десяти лет более даже десяти лет я бы сказал наш профсоюз отличается от многих тем что по уставу нашего профсоюза быть членом профсоюза имеют право только рабочие в руководящих органах представлены только рабочие и такой момент есть что устав нашего профсоюза позволяет вступать в нашу организацию мастерам но не занимать руководящих должностей в организации что для тебя профсоюз какую какую задачу выполняет профсоюз для работников стоит ли вообще создавать профсоюз и вести деятельность работникам какую-то вести работу в профсоюзах что дает профсоюз коллективу вопрос интересный что такое про союз и что дает профсоюз как бы обезличивая людей борящихся за свои интересы это действительно организация да организация называется профсоюзной это но в основе лежит это люди которые организовывают люди одной профессии которые организовываются для защиты и предоставления своих гарантий и прав по отношению к трудовому законодательству в отношениях между работодателем и работниками но и вообще чтобы было представление у людей о профсоюзах это организация работников для защиты интересов и прав своих соответственно как организована работа профсоюза то есть члены профсоюза собираются проводят собрания как-то принимаются решения какие-то как это организовано как часто собираетесь если есть такие собрания и какова вовлеченность коллектива работников в работу профсоюза или так или или это единицы какие-то участвуют в этой работе и тянут на себе но здесь я понял вопрос здесь можно говорить о конкретном значит а конкретной организации на предприятии или теоретически значит рассматривать то что из себя представляет профсоюз основная масса трудящихся видят в профсоюзе какую-то но наверное сказать миссию до которая должна обязана выполнять защиту прав и интересов работников по сути она так и должно быть но вот по вопросу вовлечения людей в работу профсоюзную да здесь маленечко есть какой-то перекос ввиду того что некоторые люди понимают это так что если я плачу в организацию какие-то определенные взносы то есть я оплачиваю тем самым какую-то работу это совершенно неверно и надо сказать то что профсоюз это организация в которой единомышленники собираются достигать определенных каких-то целей да если мы сейчас говорим ставим целью защиты прав и свобод трудящихся значит соответственно основной задачей согласно законодательства мониторить и соблюдать выполняется ли законодательство по отношению в трудовых отношениях по отношению к самим работникам но вопрос конечно сложный кто как это себе представляет но мы в своей работе пытаемся разъяснить что профсоюз это не кто-то там профсоюз это каждый его член но на сегодняшний момент ввиду того что общество у нас все больше становится похоже на потребителей и это все заметнее и заметнее до выражается то есть люди ждут от этого что действительно какие-то какая-то группа людей для других групп людей принесет какие-то блага и защитят их интересы здесь надо понимать то что защита интересов это дело общее да и здесь именно зависит от коллективного духа от коллективной сплоченности от коллективных действий ведь недаром говорят что успехов добиваются те профсоюзной организации которые участвуют и организуют коллективные действия что это собой подразумевает это подразумевает объединение то есть есть идея какая-то у профсоюза до улучшить условия труда к примеру значит или сподвигнуть работу дать или выполнять какие-то законодательные требования которые они бывают уклоняются исполнять да то есть защитить себя в правовом поле это первое чтобы человек себя чувствовал как бы ровно на предприятии не боялся руководителя из-за того что тот может как-то посмотреть на него и здесь еще есть такое понимание как бы люди которые стоят выше чем рабочие руководители они как бы себя превозносят тем что они имеют должность вот имеют какие-то привилегии но есть я не помню на одном из обсуждений было так сказано то есть человек который носит белую рубашку он уже в привилегированном положении человека который носит грязную форму потому что он не касается той грязи да но здесь значит надо понимать что нося белую башку ты должен быть искусником организовать как бы сама саму рабочую атмосферу на сегодняшний день на мой взгляд урок у современных руководителей это как бы слабо получается если сравнивать с теми руководителями которые были в эпоху социалистического государства и советской власти вот и поэтому эти обязанности порой приходится на себя брать именно работникам так как в одиночку добиться чего-то сложно люди свои интересы пытаются отстаивать именно в профессиональных союзах но в общем много лет прошло от перехода в цспс к современным профсоюзным организациям но надо сказать то что сегодня рабочие движения не так сильно развивается как хотелось бы да но отрадно то что такие организации к примеру как у нас на предприятии или на других предприятиях которые представляют альтернативу тем карманным профсоюзом они все-таки существуют наверно так бы ответил основным инструментом выражение интересов работников предприятия является коллективный договор и борьба за заключение прогрессивного коллективного договора ваш профсоюз ведет активную работу по переговорам насколько я знаю по переговорам за заключение прогрессивного коллективного договора какие успехи в этом в этой работе на данный момент получилось достичь об успехах говорить наверное еще рано потому что не скажу что мы в самом начале пути но опыт ведения коллективных переговоров наша профсоюзной организации уже имеет вот значит отрадно отметить то что составлен свой проект коллективного договора то есть у профсоюза свой проект есть на сегодняшний момент значит идет работа о продвижении этого проекта на предприятии то есть среди работников среди членов профсоюза и вообще среди основной массы работников нашего предприятия заключить на последнем на последних переговорах коллективный договор в интересах работников не удалось ввиду того что очередной раз работодатель собирался пролонгировать те положения которые прописаны в коллективном договоре уже были то есть улучшать прогрессивными пунктами которые предлагала наша организация работодатель не собирался как показывает уже не практика ни одного года до то есть им удобно сохранять отчетность того что коллективный договор есть они при этом отчитываются значит причем при регистрации коллективного договора имеет место быть его регистрация то есть а как мы знаем по закону регистрации может быть в органах местного сумма управления регистрации коллективного договора может также быть в ведомственных каких-то организациях но само наличие коллективного договора не говорит еще о том, что он будет выполняться на 100% это раз, и то, что он будет включать в себя вот такие прогрессивные положения, которые разрабатываются рекомендациями Российского комитета рабочих, для того, чтобы люди улучшали свои условия труда. Скажу о самых главных, наверное, вещах, это достижение заработной платы, доведение заработной платы, извиняюсь, до стоимости рабочей силы, это, наверное, тот вопрос, который на сегодня волнует всех, да, потом вопрос не менее важный о сокращении рабочего времени, тут еще можно поспорить, то есть, что вперед, какой вопрос ставить, вопрос занятости, соответственно, и, как бы, общим вопросом улучшения условий труда, здесь можно, как бы, широко этот вопрос вообще рассматривать, кому что и где нужно улучшить, это сами работники знают лучше по специфике своего предприятия, по специфике своей работы. Вообще, инструмент действительно действенный по ряду причин, потому что есть определенный положительный опыт первого контейнерного терминала, который находится в Санкт-Петербурге, да, это, наверное, единственная профсоюзная организация в России, одна из тех, не единственная, конечно, здесь еще можно рассмотреть опыт авиадиспетчеров, можно рассмотреть определенный опыт работников автомобильной промышленности, у них тоже были определенные успехи, но отметить надо следующее, то есть, если вы собрались заниматься, именно вооружаться инструментом ведения коллективных переговоров, вести коллективные переговоры за заключение прогрессивного проекта коллективного договора, во-первых, к этому нужно очень серьезно подготовить не только себя, но и весь коллектив, то есть, организация действительно должна понимать, что за спиной стоят верные дела люди, которые, значит, эти начинания не предадут, ну и в этой сцепке, как уже говорилось не раз, основное, наверное, предпочтение отдается коллективным действиям, ну, коллективные действия, к примеру, это когда объединенные группы лица выдвигают свои требования и готовы идти вплоть до забастовочных действий, чтобы добиться своей правды, чтобы восторжествовала справедливость, по крайней мере, чтобы улучшить свои положения на предприятии. Вопрос, конечно, нелегкий, и не даром он поднимается на Российском комитете рабочих постоянно, потому что до сегодняшнего дня этот вопрос не решен, и я так понимаю, эти вопросы будут звучать, пока не появится не то, что один какой-то профсоюз, который станет флагманом, а когда до того момента, когда не появится ряд профсоюзов, которые будут выдвигать определенные действия одновременно, да, которые будут консолидировать эти действия, ну, тогда, скорее всего, будет успех более такой масштабный. Если говорить об успехе нашей организации, то в моменте последних переговоров мы за долгое-долгое время ведения переговоров, которых я знаю, мы впервые, согласно трудовому законодательству, смогли по праву освободить участников коллективных переговоров от исполнения их должностных обязанностей, чтобы они непосредственно занимались представлением интересов в комиссии интересов работников. И был у нас коллективно, как бы зачаток коллективно-трудового спора, но ввиду того, что, может быть, коллектив был не совсем подготовлен, и, соответственно, может, кто-то испытывал какой-то страх или боязнь, то есть на определенном моменте развития этих вещей, то есть мы приостановились, но, как говорится, не ошибается тот, кто ничего не делает. Самое главное – понять, сделать работу над ошибками и идти дальше. Валентин, коллективный договор и борьба за заключение коллективного договора – это задача, наверное, такая стратегическая, долгосрочная. Есть ли какая-то работа, которую ведет профсоюз, текущая, выполняет какой-то контроль за соблюдением работодателем норм трудового права, возможно, осуществляется какой-то контроль за соблюдением техники безопасности, вредности труда, безопасности труда. Как со стороны профсоюза осуществляется этот контроль и осуществляется ли? Вообще, осуществление контроля со стороны организации рабочих, конечно, должно осуществляться за любой деятельностью, которая ведет производство. Конечно, основные моменты, как уже ты сказал, это охрана труда, техника безопасности, конечно, это соблюдение трудового законодательства, но надо понимать, что современный рабочий, он находится в таких условиях, когда ему выгодно это соблюдать, он будет это делать. Значит, когда он экономит время, когда он понимает, что не попадет в ту ситуацию, не подставит своих товарищей, не подставит как бы под угрозу то действие, чем он занимается. Я сейчас говорю о чем, что как правило попираются права в тех моментах, где не так все просто складывается отношение между работодателем и непосредственно работниками. Я сейчас говорю о том, что есть юридические проволочки, которые, к примеру, по трудовому законодательству, чтобы привлечь, привлекая точнее работу дателя к какой-то ответственности, это всего лишь какой-то малочисленный штраф, который он готов платить некоторое количество раз, но при этом ему легче заплатить этот штраф, чем, допустим, удовлетворить ваши требования и создать такие условия труда, чтобы это устраивало и сторону работодателей, и сторону работников. Это одно. Есть, опять же, обращусь к тому, что государственные предприятия, которых закон хочешь-не хочешь, а шевелит в плане того, что ребята, надо, хотите вы или не хотите, а эти нормы законодательные соблюдать. Что касается повода того, кто это контролирует, но контролирует это тот, кому это интересно. Если профсоюзная организация ставит для себя такие задачи, конечно, она должна контролировать. Во-первых, в идеале мы пытались создать, чтобы значит, чтобы организация вела себя по принципу создания комиссии, то есть создается это для понимания, как в Государственной Думе, к примеру, там есть комиссия по бюджету, есть комиссия по военным делам, есть комиссии по тем, по тем, по тем, вот и в профсоюзе, в принципе, чтобы задействовать основную массу ядра профсоюза, должны быть созданы комиссии, комиссия занимается охраной труда, комиссия занимается специальной оценкой условий труда, комиссия занимается непосредственным взаимодействием с представителями работы дателя по социальной сфере, комиссия, еще какая угодно комиссия, то есть, сколько вам нужно этих комиссий, столько и создавайте, это только будет как бы вовлекать наоборот членов профсоюза в эту работу. Понятно, что сложилась такая практика, что есть ядро, оно это ядро и работает. Соответственно, в идеальном варианте, и у нас это было в определенный момент работы нашей организации, что каждую неделю, как правило, это проходило после планерок руководства, то есть, уже информация от руководства расходилась по коллективу, какие-то новшества, какие-то изменения, какие-то донесения, значит, собиралось профсоюзное собрание. Вот, что в моем понимании ядро, значит, в идеале, если профсоюзная организация как бы набирает силу, набирает численность, она формирует ядро. Это представители всех служб, всех структур, всех цехов, чтобы они непосредственно были, участвовали в работе, а там уже как они вот это ядро точнее организуют эту работу внутри профсоюза, то ли будут создавать комитеты, то ли будут создавать какие-то комиссии, это уже не важно, как это будет называться, по сути, они уже будут представлять в своем роде интерес работников в той или иной сфере защиты его прав и свобод, кто относится к трудовому законодательству. На определенном, повторюсь, на определенном этапе нашей работы это у нас было до того, пока ядро не было разбито. возможно, что-то пожелаешь новичкам в профсоюзной работе, то есть, условно говоря, на большинстве, ну, на большинстве предприятий нашей необъятной родины такой профсоюзной работа, ну, практически не ведется, можно сказать. на большинстве предприятий рабочее движение находится в зачаточном состоянии. Тем не менее, есть активные товарищи, которые хотели бы эту работу поднимать. Приходится это делать с нуля. Вот, возможно, что-то посоветуешь таким героям. Во-первых, не надо бояться никаких трудностей. Значит, те требования, которые заявляют профсоюзные организации, это не откуда-то взятые там с потолка или с полутребований, да, эти требования обоснованы тем же буржуазным правом, которые прописаны трудовым законодательством, то есть, 134-е, 130-е статья гласит то, что уровень реального содержания заработной платы, должен у работников расти, то, что должен быть механизм, механизм этот весь предусматривается, реализуется через коллективный договор. Вся беда, боязнь, на мой взгляд, того, чтобы защитить свои права и достигнуть каких-то успехов, это незнание, в первую очередь, нежелание, наверное, разбираться в этой ситуации, во-вторых, это незнание нормативных документов, но, вот если посмотреть трудовой кодекс, это же небольшая брошюрка, вот туда есть какие-то там может быть недопонимания, но я считаю, если создается организация, там уже должны просто априори быть люди, которые не понимая должны разобраться, которые в первую очередь должны как бы сказать чувствовать себя борцом, то есть если вы видите, что ваши права относительно законодательства попираются, надо против этого бороться, иначе, соответственно, если сегодня ваши права нарушили в одном моменте, завтра стоит ожидать, что и в другом моменте они тоже будут попираться, то есть пора уже создавать такую организацию, пытаться, по крайней мере, создать, которая вот здесь и сейчас сегодня будет добиваться определенных успехов, для этого, первое, для меня может кто-то посчитает это неверно, то есть нужно знать нормативную базу, нужно знать трудовое законодательство раз, нужно знать все нормативные документы, которые у вас работают на предприятии, два, причем не только знать, но и разъяснять внутри своего коллектива все эти нормы, потому что как правило получается, когда люди доходят до острых моментов, они начинают спотыкаться, а спотыкаться начинают из-за своей неграмотности, потому что те же руководители или представители работодателя указывают им на это, и получается несолоно хлебавшись, мы возвращаемся к разбитому корыту, то есть для того, чтобы противопоставить организованному классу работодателя, надо быть самим организованным, а чтобы быть самим организованным, надо изучать какую-то грамоту определенную, да, вот, я считаю, с этого надо начинать, потому что, как показывает тенденция, что, ну, собрались, быстренько создали организацию, как правило, 3-5 человек, как рекомендуют, да, собрались, сделали учредительное собрание, дальше чего, то есть не набрав силы, не набрав опыта и ничего, люди заявили о себе, получили по голове, организация развалилась и дальнейшим людям, которые пойдут по их стопам, уже все то же самое будет произвести гораздо тяжелее, а наверняка они будут совершать те же ошибки, а почему это будет, потому что те, кто шел как бы до них, они эту работу над ошибками не сделали, они растерялись, растворились, и здесь надо понимать, что сама эта борьба, это как у спортсмена, он чувствует трудности, преодолевает эти трудности для того, чтобы идти к какой-то определенной цели, так же и профсоюзный работник, ставит перед собой стратегические какие-то задачи и задачи мелкие, вот не решив мелких вопросов, вот не перейдет крупным вопросам, то есть все сложное оно состоит, оно сложено из простого, правильно? И из-за того, что оно сложено из простого, надо научиться решать простые задачи. Когда ты научишься решать простые задачи, ты будешь решать сложные задачи. Но мы всегда говорим о сложных задачах, а не решенных. Потому что не созрела та ситуация, не появилась та организация, которая на сегодняшний день на раз-два решит эту задачу. И ввиду того, что еще как бы тоже об этом много говорится, что работодатель он всегда организован, он всегда готов к борьбе. Рабочие или работники подчас не всегда готовы и не всегда организованы. Вот когда это будет, тогда и соответственно будут плоды. Спасибо, Валентин. Спасибо.